Ребят, всем привет! В этом видео хотел бы вам показать, как заменить кулер в блоке питания. 5 месяцев назад я покупал новый блок питания Zalman, но в этом блоке питания начал выделываться кулер. Здесь установлен 120 вентилятор, то есть вентилятор 120 мм. Сейчас мне нужно подобрать точно такой же вентилятор по характеристикам, ну плюс-минус, и установить его в этот блок питания и проверить. С новым вентилятором он будет меньше шума издавать, либо наоборот больше, но посмотрим. В блоке питания Zalman вот такие вот характеристики. Посмотрите фотографию. Вентилятор на 260 мА и на 12 В. А вот нашел еще один 120 кулер, обратите внимание. 12 В и 230 мА. Вот этот не подойдет, так как в Zalman потолок 260 мА, а здесь 230 мА. И я его буду использовать для замены. Вот обратите внимание, если поднять наклейку, вот она есть заглушка, вот такая пробка, которая снимается, и туда можно залить смазку. А вот в Zalman этой заглушки нет, и с той стороны она отсутствует. Поэтому сейчас я тщательно протру лопасти, здесь есть кое-какая пыль, и дальше залью сюда силиконовую смазку. Вот смотрите, как снимается вот эта заглушка. Легко и просто, вот. И вот есть место, куда залить можно смазку. Можно вынуть это стопорное кольцо, дальше убрать лопасти и промазать. Но я это делать не буду, в принципе, здесь у меня смазки это хватает, обратите внимание. Он нормально смазан. Сейчас я еще немножко капну силиконовой смазки. Вот такое масло силиконовое, желательно смазывать кулеры именно вот этим маслом. Купить его можно в любом компьютерном магазине, я думаю. Сейчас я каплю, вот так вот добавлю, обратно закрываю пробкой, остаток силикона убираю. Вот возьмите лопасти, туда-сюда погоняйте, вот так вот, и прокрутите. Наклейка мне это больше уже не пригодится, так как она сюда уже не приклеится, она потом оторвется. Я сделаю на всякий случай фотографию, чтобы запомнить параметры этого кулера. Определитесь, как вы будете собирать блок питания. Я буду его собирать вот так вот, вот вверх ногами будет надпись. Берем вот такую вот перемычку, вставляем, где зеленый и черный провод, вот видите, зеленый и черный. Подключаем в сеть блок питания, включаем кнопку включения, но если у вас ее нет, он сразу включится. И обращаем внимание, куда вращаются лопасти. Против часовой стрелки. Чисто для себя заметочку сделайте, чтобы потом проверить новый вентилятор. Против часовой стрелки идет вращение. Ну все, снимаем кулер, откручиваем вот здесь, 4 винта и на корпусе вот эти маленькие 4. Вот установили блок питания, как вы изначально его проверяли. Все, вынимаю крышку. Вот он кулер. Здесь кулер подключается вот на плате, он двухпиновый. Здесь есть вот специальный разъем, его можно отключить. А вот на этом кулере, который собираюсь ставить, этого разъема, к сожалению, нет. Мне нужно будет вот здесь где-то отрезать, чтобы разъем этот оставить. Правильно, правильно, может подключать будем. И дальше соединить провода по цветам. У меня, видите, совпадает все красный с красным, черный с черным. Ну, конечно, желательно проверить полярность. Но если неправильно подключите, вентилятор не запустится. Вот что имеем. Для того, чтобы вы не запарились, берем вот кулер, поднимаем и в этом же положении вот так вот его кладем. Не каждый же день вы вентиляторы меняете, правильно? Правильно. Поэтому таким образом кладем его. Теперь берем новый кулер и определяемся, как же он будет стоять. Вот так вот. Теперь сейчас я соединю эти провода между собой. Вот так вот это все выглядит. Ну, все, берем, устанавливаем кулер. Вот я смотрю на этот. Вот видите, вывод проводов был вот здесь. Соответственно, вот таким образом я помещаю этот кулер. Подключил обратно к плате. Ну, смотрите, вот лишний провод вы можете зафиксировать при помощи стяжки. То есть, на будущее, когда вы будете снимать кулер, чтобы вам удобно было его чистить, как-то зафиксируйте. Можете, конечно, не фиксировать, а здесь аккуратно провода собрать. Смотрите сами уже. Замыкаем перемычкой зеленый и черный контакт. Вот таким образом. И проверяем. Все нормально, как и нужно. Против часовой стрелки вращения. Ну, в принципе, как вы тот снимали, так вы этот сейчас и установили. Так чисто для себя проверка на всякий пожарный. Чтобы вентилятор правильно работал. Ну, все. Делаю сейчас обратную сборку. Устанавливаю вверх. И закручиваем 4 винтика корпуса. Устанавливаем. И производим фиксацию по диагонали. Вот здесь вот немножечко затянули. Решетка прихватилась и кулер подтянулся. И вот здесь по диагонали. Все то же самое сделали. После замены кулера с этого на тот, который я показал, блок питания стал намного тише работать. Его вообще не слышно. Слышно только систему охлаждения процессора. Поэтому при выборе кулера обращайте внимание на то, чтобы он был смазываемый. А не вот такой вот, как был в блоке питания Zalman. Тут невозможно его смазать вообще. Вот я делал отверстие для того, чтобы залить туда силиконовую смазку. Но это все не помогло. А сейчас я установил кулер, в котором есть отверстие для заливки смазки. В связи с этой непонятной ситуацией в мире, YouTube возможно скоро заблокирует. Поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен и в Рутуб. У меня там также есть каналы. Ссылочки оставляю в описании. Переходите, подписывайтесь, чтобы не потерять со мной связь. Если у вас срочный вопрос, я рекомендую задавать его через мою группу ВКонтакте. Вот нажмите кнопку сообщения и напишите его. Я бы хотел вам порекомендовать очень классную группу ВКонтакте Яна Юга. Через эту группу вы сможете бронировать жилье на море напрямую от хозяев без посредников. Все объявления только частные. Ссылку также оставляю в описании. Переходите, вступайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.